поехали дальше а тут все за это тут нам не выйти нам придется залазить обратно но черт меня дели но мы-то знаем теперь что ключ есть в подвале похоже теперь я знаю почему они не нравились когда играла в этот музыкант с этой музыкальной шкатулкой ну да там же ключики ключики спрятаны барбара звезда девочка звезда но семейство так-то это конечно очень интересная история мне напоминает это кстати фильм вот что я вспомнил что-то напоминает мне фильм 33 несчастья которое называлось там тоже к этой истории с наследством было давай давай а надо это самому делать что ли я не могу я пытаюсь вы думаете я не под аву пошло наконец-то пошла сейчас тем кто выключен я здесь не до конца откручивает до конца до конца выкручиваем оп 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 еще немножко еще чуть-чуточку есть вот он крючит подвал ну чтож место куда мне всегда было нельзя сейчас можно тут довольно темно и кто-то играл в беречь отбеливайте до стиралки ну тупо basement мама говорила что подвал это запретная территория я ведь не хочу уколов от столбника действительно ну а тут типа гора вам видно пойти мы тут ходили вроде как все страны здесь были окна заклеены пила однажды видела как эти прокладываются в подвал с какими-то пакетами я думала что она прятала там подарки бабушка эдиса а тут секретная дверь оказывается там скрывалась нечто большее шлем кстати космонавта или ведро я не определил я ни черта не вижу здесь темно очень помню однажды я спросила ему куда делся уолтер это был шлем космонавтерский или я что-то путаю блин ну шо за шахта аризоны саншайн она ответила что после смерти барбара он решил идти очень очень далеко если у всех этих историй и есть что-то общее думаю но в том что никто из нас далеко не ушел велосипед игрушки тут типа база его паровозики уолтер собственно давайте почитаем про уолтера сято долго жил 53 года губа и вы прощаете все таким поверить не могу что я пробовал тут 30 лет на хрустей это пишет первый день когда началась тряска я сомневался что против ну хотя бы неделю не считают ну-ка давай-ка через несколько дней я вошел в режим жизнь по расписанию персики персики попить соку конечно я все время осознавал осознавал что до завтра могу что-то там но если же достаточно долго ко всему привыкаешь опять но ты издеваешься что-ли он думает его монстр даже монстр по ту сторону двери становится привычным чуть ли не родным как они не заебали эти персики ищут или до монстры но однажды все просто тряска стоп прекратилось я сижу здесь в бункере и жду чего-либо чем бы это ни было оно исчезло может она устала ждать или это я устал бояться только музыка остается прежде 12 прошла уже неделя самая долгая за все 30 лет хватит ждать мне нужно убираться пока я могу волтер смотрите привет из раша да не пройти ну давай выбираться я очень мало понимаю если честно сейчас правда очень сейчас секундочку келвин сэм волтер волтер все трогу до рождения примерных ровесник на 2 года младше цити какая-то сериала это же получается хлопушки она учит книги кизомой я знаю что она где-то там врачил пара то что убила барбару мол и молли и калвин и калвина проклятие мебель из из пола мастер быть может все это ошибка ранее до 100 левих но и снова повторять на тот же день и на фиг келсми даже если ты меня убьет чтобы не ожидала меня там хочу чтобы вы знали я готов я буду благодарен за все особенно за еду я согласен на что угодно даже если мне впереди целый год или месяц или всего неделя я буду рад даже одному единственному дню я уже чувствую такую но это поезд бля удивительные вещи с этой семьи с этим семейством творится волтер умер когда мне было 6 не могу поверить что мама так и не сказала мне что он жил здесь внизу свечки кто-то из спней делал такие картины красивые ну из коры конечно мама просто хотела меня уберечь блин тяжело и дается все это ну поехали просто спрыгнет не по лестнице возможно она боялась что я кончу как уолтер но если она как и не рассказала мне о дядушке жившим под нашим домом могу только представить что еще она от меня скрывала я не хочу повторять ее ошибки это же мусор да да это мусор и тут все еще куча всего и пытаться похоронить то что еще живет мы в туннель тоже с поездом вылезем сейчас сейчас когда я осталась одна точнее мы вдвоем с кем это мало что мне пора самой услышать все эти истории и понять что случилось с каждым ну со всеми остальными теперь я боюсь что именно эти истории были проблемой и не выбрали все матча на химикарс может мы слишком поверили семейное проклятие мы сделали его правдой волтер ты считаешь обсе трое тысячи пятый поезд машинка шляпка машиниста наверху щука это игрушка там какой-то островок там сигнал какой-то то ли маяк то ли что разбитый не знаю даже что это а поезд куда ушел туда под откос или дорога шла даже не знаю стал ли мне все это записывать ни хуя кто-то присел и петербург а вести стадии может этому лучше умереть вместе со мной на сенсорах свет неплохо но я подумала что тебе следует знать о своей семье кому-то она рассказывала на с тобой она пишет кому-то ведь ты тоже часть эта история на какому-то финчу еще одному пишет как будто паром швартура хотя если честно я растеряна не меньше чем ты сейчас айкинк и полонист правдивы они или нет но думаю герои этих историй в них верили она беременна она беременна она пишет это своему сыну или дочери просветление рано забеременела ну точно именно поэтому она несколько раз шутит что было легче пролазить там туда-сюда черт возьми да она беременна аккуратней ступай а когда смотришь на дом на это сочетание воображения упрямство и безумие поверишь во что угодно как вы шпингалетик качели этого космонавтика как же у кельвина кельвина у нас еще есть история сэма и еще нескольких людей грегори гурса дауна блин льюиса милтон милтон кстати милтон говорят погиб вич и третьим а я вот чет не верю плохо здесь видно темно очень видимо смерть долго окружала нас что мы к ней просто привыкли сэм побольше позже вот семья если кладбище она закладывает раньше чем начинает строить дом мы на кладбище не пустили прыгнуть я не собирался просто неинтересно есть невидимая стена или нет нестигно в этом признаваться на кладбище домашних питомцев мне стало еще не уютнее чем там где были похоронены люди среди хомячков три были моими и два погибли по моей вине дурпи 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 младший бурпи чурпи фурпи лурпи зурпи зоя коко такер чарли чарли видимо был котиком дейзи лаки лаки собачкой лаки 10 лет 13 лет но это нормально дейзи не знаю кто всего на всего 9 лет котик 17 неплохо ветеран такер 12 5 лет всего господи боже зои 8 лет мало да а хомячки так вообще мало да хомячки тоже нормально пожили вот от дурпи вообще почти не пожил свэн строил дом а вот кладбище занимал осенний моли фенч кошечка которая прыгнула 10 лет всего келвин фенч космонавт 11 лет свэн фенч уверенно хотя тоже молодой еще страшно эдди фенч вот это ветеран волтер фенч и барбара фенч звездочка а само дерево просто дерево уверена что памятник одину было всегда стремилась ехать но эдди никогда бы не рассталась с прошлым стой подожди а это один до конца она выглядывала из-под воды при каждом отливе это судно на котором он не всегда было проще понять точку зрения я не сообщи не собирался уходить смотри мне я думал мне вперед надо я развился над в этом сказали давайте посмотрим и сочи девати эдди говорил старый дом эти говорила что старый дом снился и каждую ночь это когда перевозил дом помните свой финч и нам рассказывали вот он стоит верхом на доме но чем я становилась тем старше я становилась тем яснее мне было почему мама была другой ее отец был достаточно строг но это не помогло ему беречь двух ее братьев и она просто Сэм Финч видимо военным стал видите у него флаг США Грегори Фитч и Гус Финч то есть брат который был военным мне его интереснее всего историю просто ну наверно умер на войне потому что она потеряла двух братьев как я не ясно почему она так отчаянно пыталась нас защитить Минтон Финч тело Минтона так и не нашли поэтому мы настоял на том что здесь будет памятник а не на огромный камень художник артист он же рисовал постоянно Сэнджей Кумар Сэнджей Кумар Сэнджей Кумар лепесточек рядом это еще кто теперь у меня столько вопросов жаль что я уже не могу задать их маме часть меня подозревает что именно этого она и хотела чтобы однажды я вернулась сюда и сама обо всем узнала я просто просматриваю все что мне же интересно домик на дереве но если он не Сэма то я не знаю мой сын что рисовка мне напоминает волкин дэд впрочем оглядываясь назад если бы она предупредила что придется так часто коробку сыновья я никогда не решилась бы на это на 22 неделе беременности я же говорил только не падай блядь слава богу а где отец семейства почему его здесь нет чердак кстати ну а здесь точно был Сэм Финч я прямо так к гадалке не ходил он был здесь ну коробку о есть лестница ништяк я никогда не видел дедушку Сэма но думаю у него и моей мамы было много общего гриль пропан пивасик в холодильнике вроде как то ли к полу костер то ли что барбекюшечка фонарь тесак армейский камуфлированный коврик он был еще и охотником ко всему прочему да да точно припоминать они оба были неспокойными Сэм всю жизнь занимался фотографией но по словам мама совершенно терялся когда оказывался сортиметрективом думаю все мы чего-то боялись манки миллион манков всевозможных это что это интересная дверь которую мы потом откроем медали куча медалей за что Сэм Финч ну похоже боевые награды какие-то имена винтовку Сэмуэля Финча выглядит бодро круто круто Финч все Финч его фотография с кем-то с какой-то девочкой возможно его дочь шкура медведа здесь он спал даже кровать не заправлена невероятно это что вот что это давайте посмотрим а это фотоаппарат с ковбойской шляпкой вместо того что выграется от смерти сэм решил пойти навстречу он воевал да это мы видим это что азу ой 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 непрофессионально непрофессионально я тут парни так кресло качалка котик котик типа атакует что-то что это белочку 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 атакует кей кто у нас кей 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 я видел где-то имя сэм волтроидин эдди свэнсон кей вот кей лепесточек кей вещи кей духи картины то ли лупа дракушка бинокль airline ticket sparrow airlines кей финч 241 это то ли адрес то ли что но смысл такой что это вроде как она то ли она улетела то ли это билет чтобы улететь не знаю ладно пойдем дальше аккуратненько просочимся тут и посмотрим это у нас что опа кабель кабеляка установка какая-то непонятная мил ради туит это какие-то ужины прямо типа и и рп тяжеловато здесь перемещаться и как сэм с этим управлялся это что фломастер мильтен что-то рисовал может быть сейчас и сейчас мы тоже с вами узнаем какая-то машинка этот игрушки фламики грегори бля книгу сэма я нигде не оставил у меня такой вопрос я оставил наверно книгу сэма нет никого сохранения мы пойдем назад я проебал книгу сэма я должен ее прочитать это живая комната его книга должна быть здесь давай поймем вот сэм ну конечно же вот он фотографии дон обещаю тебе незабываемые выходные да сэр такое запоминается на всю жизнь а мне обязательно стрелять это ведь охота дон на охоте и принято стрелять нам не пора ехать сейчас фотографируй тебя и мы поедем отлично дождь будет лить все выходные да да эти выходные прям незабываемые вот это дух окей отлично снято пойду пощелку ладно только осторожно это аппарат старше чем ты кисы не стоило мне пить столько кофе а это она меня щелчает сувенир на память я просто говорю я не всегда буду здесь, Дон запоминай это учись пока есть возможности пап, у нас все будет какая-то знаешь, я тоже так думал о ком я так думал о том паре, который думал умер да не, я серьезно пап, а ты глаза стоя, Дон ух я случайно я даже не собирался погони, не стреляй, дай я щел где он, где он, где он пап, я постой, я помогу а мне надо это сделать Дон, ты ничего не должен но если хочешь научиться выживать нужно быть сильней great shot, Дон вот это выстрел, Дон плачет теперь я горжусь тобой, Дон запомни этот момент хорошо только не разобью шесть я там, блядь пап, он шевелится кажется кажется он все еще это нормально, Дон папа ебать вот это да из всех этих историй я больше всего хотел услышать от маме именно эту вот это да морпех ну или десантник после смерти Сэма мама и Эди сблизились у обеих было слишком много потерь бля я нечестно я вот это молчусь нет слов потому что что такое не, 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 назад куда? нет, 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 нам не сюда девочка, нам вот сюда просто нет слов гриша и гриша и доун и гус причем гус скейтбордом заклеены гус давай гришу посмотрим сколько гриша пожил годик всего ты представляешь гришу что ж ты семью и блядь не так сэм финчу очень важно суд динфилд агентств самое главное ты не прочитал дорогая Кей помнишь как Григорий смеялся когда думал что он один будто происходит что-то очень смешное но это видит только он о нет думаю он и правда видел то, чего никого больше не видел хе-хе-хе когда останавливается а так музыка музыка такая когда двигаешь когда останавливаешь музыка заканчивается а кто присматривает сука с ребенком пока он купается блядь Грегори Покупался и хватит теперь пора секунду милый я уже чувствую что что-то хуевое произойдет ребята алло сэм я же сказала что не хочу сейчас говорить господи интересно что он видел жабка прыгает я рукой это делаю а я могу управлять жабой как его мир выглядел он так мне напоминал Кэлвина все за жабкой пристраиваются все за жабкой пристраиваются что бы там он не видел что бы там он не видел сейчас будет проигрыш быстро и будет нормальная до меня не заić это интересно ну это классика блядь не думаю что будут судить а что надо то блять течет не понимаю а выбить надо это включить воду надо я думаю в чем дело он явно был счастлив я не понимаю что хотят от меня я просто играю с выиграть я просто играю с ванной как дитя жабкой а он там что-то перевернуть может надо его я просто играю с ванной надо думать что надо делать но я не парюсь это можно базарить интересные а так можно управлять ребятная фул дцп потому что до этого только мышка управлял а что там написано вот что пишут то а вижу еще игрушек знаю это звучит глупо перевозится о том что младенец чересчур счастлив пена для ванной но я чувствовал как он ускользает ну куда пришел прости грегори знаю что сделала все что могла мэйдин а я коптай может быть если бы я не позвонил тот вечер проклятие подожди не хочу чтобы грегори все это слышно он тонет если бы только он тут рассказать нам о том мире здесь не столько всего не знаю а грегори вообще обо всем но вот я точно знаю что это не появлено я уверен что он хочет чтобы ты тоже была счастлива и блог и подачи кейс любую сэм нет слов просто нет слов шкафчик грегори уважение сила командная работа и кенте матча на маме короче трудно представить маму сочиняющий стихи но все жила у нас тут бунтарь господа которому было всего 13 стихи для газа который всегда говорил что свадьба это зло отец никогда нас не бил отец никогда и не бил нас особо по крайней мере пока мой брат не брякнул с подростковым брестом ха скорее помру чем приду на свадьбу папочки жениха змея можно пускать клево и еще не все в частности парк прийти конечно пришлось но я держался в сторонке подальше от всех пускал воздушного змея и морщился слыша доносящийся от нас смех я просил его дать не хоть маленький шанс поближе и узнать но он сказал не нужна она какая-то новая мама ну так и там свадьба папы в судя по всему снизу этом это мачеха как будто книгу вместе читаем да когда пришел групповых фото отец он позвал но газ даже не на факт и много даже не повернул головы средний палец он показал довольно грубо стало свежее поднялся ветер и улетела ставят гусей и новобрачные спешно укрылись садином шатре всех гостей укрыли но газ не пошел до часа никто особо не паниковал хотя лило как из ведра а палатку отец ставил наспех и закончил только вчера и молнии били прямо над головой оглушительно громко умел но отец лишь велел сделать музыку громче и на радостях сам запел ну что то как то эта свадьба мне уже не очень нравится я хотел бы торнадо я хотел бы соврать что в день я и час думал и вспоминал о себе о том как ты там один вокруг только море и ветер но ни о чем я не думал пока мы не нашли твое тело в ведре или в шатре в воде мама никогда не говорила о нем но как-то сказала что если бы я родилась мальчиком меня назвали бы гасом как-то глупо они все умирают ну правда глупо а это что дикой симпатии обязанности даун свип трэш мусор и что-то еще видимо уборка свит не знаю газ мог мау яр тоже не знаю грек грегори будь ребенком быть ребенком 730 поднятие флага 8 00 завтра 11 00 тихий час у каждого это свои типа эти сколько чего нужно сделать ну военная типа дисциплина была подожди не назад по сердце всех братьев моего перебралась на верхний этаж от их комнаты в топор она просто не могла убирать еще дальше ладно погнали как книгу читаем открытую ей богу господа не больше не меньше вот и мама святая библия или я была еще одна тема на котором она никогда не заговаривала но мне кажется вера очень помогла и после смерти отца даун санджей санджей это видимо новый муж мамы да он я понял так я тоже не финч эдит я тоже не финич ну как бы финч от мамы к этому настроила дома в калькутте где и познакомилась с моим отцом санджай да я асанджай тоже похоронен кстати лететь в индию восемьдесят седьмом году действую из тутич критикал синтинг история математика наука религия индия география математика мамы но мы ехали в индию через неделю после окончания учебы и нашла там местного учителя английского языка а год спустя родился льюис тоже непогода что мы гадать когда папа умер но я просто больше некуда было деваться я уверена что я не была очень рада ее возвращению милтон льюис эдит очень рада что в доме снова живут дети мин тайм сейдж базе базе не только понимаю все гарри спорте микс милтон одни эти стоят но пришлось много расширить но к этому еди было не привыкать классно здесь кстати какое-то время все было хорошо почти нормально это great job наверно завершающей серии уже будет следующий не хочу сильно затягивать господа reading is hot food эйс льюис милтон тут видимо они учились на дому она была преподавательница а этот как он научный метод хорошая работа но длилось это недолго а почему это длилось недолго уже узнаем потом доброго всем попасться господа с вами был я шус и то что осталось от эдит финч всем спасибо за просмотр всем пока а и и Субтитры подогнал «Симон»